Итак, у нас сегодня 10-й аркан Таро, который именуется Колесо Фортуны, он же Колесо, он же Фортуна, что на самом деле приносит определенные оттенки в смысл данной карты. И наиболее важным для введения в этот аркан является, на мой взгляд, его номер, потому что в 99% колод существующих от самых старинных до современных он занимает 10-ю позицию. Это очень редко, для истории карт это нетипично, потому что карты все время смещались, их позиции. Были все время различными, и там даже для начала 16-го века, конца 15-го века, например, чаще всего второй картой была императрица. Даже настолько стабильный аркан, который тоже, в общем-то, мало чем может удивить историка Таро, он, по крайней мере, может удивлять номером. То есть ранние-то колоды там, в подавляющем большинстве, он как раз второе, професса Таро, здесь, в общем-то, почти во всех колодах он занимает 10-ю позицию, и это не случайно. Потому что 10-ть это число полноты, это число, которое замыкает первый цикл, и даже если мы исчисляем картой семеричным образом, все-таки от символизма десятки мы никуда не денемся. Я уже показывал в своих книгах, что начиная с ранних же карт Таро, Триумфы, так или иначе были связаны с Кабалой, и естественно, десятиричная вот эта система, которая присутствует в Кабале, исчисленный сферот, она оказывает свое влияние на колесо фортуны. Сегодня я покажу, в принципе, уникальный материал, мы его коснемся, это из новой книги, где я буду показывать, как именно картам Таро удалось именно в этом аркане повлиять на другие сферы. Дело в том, что вообще, когда мы подходим к истории карт, люди часто забывают о том, что когда они находят некие похожие образы между картами и алхимией, между картами, и даже религиозной символикой, образами, заимствованных их из христианского багажа символического, на самом деле нужно понимать, что и те, и другие образы проходят значительные с ними метаморфозы на протяжении истории. И многие образы христианские, они решительно отличались от века к веку. То, что в одно время считалось нормой, в другое время даже запрещалось и так далее. И, естественно, как и любые другие символические системы, христианские символические системы испытывали внешнее влияние. В том числе и алхимическое, оно доказано. В случае с картами Таро я бы не решился настолько серьезное заявление делать, что карты Таро повлияли на развитие христианского символизма. Но то, что были некие общие источники влияния на то и другое, да, что не только христианский символизм мог повлиять на карты Таро. Этого как раз на самом деле достаточно мало. Что бы про это кто ни пытался утверждать, но некие, так скажем, типичные для культуры каждой эпохи паттерны могли оказывать на все это влияние. И вот как раз колесо во рту, наркан наиболее в этом смысле интересный, потому что того образа, который представлен на карте Таро, как бы он нам не казался узнаваем, а в этом виде вне Таро нет. Вот в чем дело. И я покажу, почему это так. То есть на картах Таро там зашифрован очень важный нумерологический символизм применен, и в любых других текстах вне Таро его нет, а когда он есть вне Таро, это позже, чем появление Таро. Это прямое влияние Таро на другие символические системы, в частности на алхимический символизм. Я вам покажу пример из Василия Валентина «12 ключей мудрости». В общем-то, один из таких основных позднеалхимических трактатов. Но начнем мы от печки, начнем мы с момента формирования этих систем, и посмотрим, как выглядели карты, и что они могли значить. В случае с Колесо Фортуны Аркан, его история достаточно благополучна. Очень много карт сохранилось от 15-го столетия. Хотя, в общем-то, как вы видите, образность Колеса Фортуны – это достаточно жестокая образность. Это не слишком-то уж позитивный аркан. Не будем забывать в том, что еще люди помнили, что такое колесование. По крайней мере, на уровне представленных на фресках, то есть Библия для безграмотных, на фресках церкви изображались святые, в частности, Екатерина Александрийская, с колесом, с этими металлическими лезвиями. Если не ошибаюсь, последняя публичная казнь же вообще 18-й век. Сожжение, да. Сожжение – это 18-й век. Более того, на момент возникновения Кар-Таро Инквизиция фактически не функционирует. То есть Инквизиция позже появляется. То есть Инквизиция – это плод поздней ренессансной культуры, прежде всего, как отклик на раскол церковный, когда появляются гуситы, позже протестантизм, лютераник, альвинисты. На это, естественно, церковь реагирует активнейшим образом. Начинается Инквизиция, и пик Инквизиции приходится, естественно, на 17-е столетие. Самый черный век в истории европейской культуры, самый мракобесный век – это 17-й век. А Кар-Таро – это у нас 15-е столетие, да. С большой долей вероятностью даже середина 15-го столетия. Кстати, любопытно то, что с этим колесом, с таким же часто изображается Екатерина Святая, да, которая на самом деле на нем не была убита. То есть, есть такие забавные атрибуты святых, которые к этим святым имеют самое опосредованное отношение. Ну, например, там, святой Себастьян, да, который умер не от стрелок. Ну, его утопили в клааке римской. Да, его руки связали и бросили в римскую клааку. А от стрелок он как раз не умер. В этом-то чудо и было. Вообще, чудо в этом было мало, на самом деле. В него же стреляли его же воины, которые на самом деле тоже были христиане. Просто не кололись. Ну, естественно, никто не хотел жизненно важные органы стрелять. Ну, и он после этого просто выжил. А с святой Екатериной там история была то, что оно сломалось, да, что как бы Господь послал ангела, это колесо не смогли применить, просто оно самоупничтожилось. Вот. Ей отрубили голову. Ну, и изображалась она с колесом. Ну, да. Ну, с ним, ладно. Если говорить же о связи с алхимическим символизмом, на самом деле алхимия в ее той форме, которую обычно анализируют юнгианцы, то есть алхимия с большим количеством иллюстраций, когда появляются алхимические гравюры, нужно тоже понимать, что это позже, чем Таро. Да, это 16 лет. Поэтому влияние алхимии на Таро можно искать не в изображениях, а только в описаниях. А в описаниях, в общем-то, там с образностью все достаточно скромно. В раннеалхимических текстах там, в общем-то, люди преимущественно практикой занимались. И тем не менее, если все-таки искать прогресс алхимии, то я бы здесь сопоставил две алхимических процедуры важнейших. Это сублимация, это подъем на высоту, и алкулизация. Два ключевых приема. Сублимация, это взъем, возгонка, не путать с фрейдовским термином, который не имеет к ним, в общем-то, никакого отношения к алхимии. Сублимация, ну, в чистом виде, сублимация все-таки представлена во втором аркане. Как у вас человек улетает, да, и со всеми прелестями может назад просто вернуться, да, его может там порвать. А здесь все-таки циркуляция тоже присутствует, что делает эту сублимацию контролируемой. А второе, алкулизация, это измельчение. Это жернова. Жернова судьбы. Это другая тема. На самом деле, алкулизацию многие алхимики относили к разновидности сублимации. Ибо мы можем раскрошить что-то плотное, оно превращается в пыль, оно может лететь. И тот, и другой момент, и циркуляция, естественно, это как бы очевидно. Я не указываю всего очевидности, да. Они здесь присутствуют. Прошу обратить внимание на самое раннее изображение с Брэра Бранбилья. Самое, возможно, ранненькое благотворительство. Здесь судьба не просто слепая, она с крыльями. Не совсем понятно, бонус у нее это или нимб. Установить это с достоверностью не получится, ибо нимб часто изображался именно лучевидный, да, в аксистаровой. А вот разница цветов лица, это него? Не отсылка к этому? А-а-а. К Сибирну Покровалу? В данном случае я не вижу разницу в цвете лица. Ну, вот нижняя часть лица, она более темная, да. Темная, да. Я думаю, что здесь не более, чем изменение самой текстуры. Я не вижу, что это именно сделано так. То есть мы можем найти, но вот лицо абсолютно неровное. Это же не значит, что оно будет так сделано, да. То есть это просто повреждение самого изображения. Не думаю, что здесь есть вуаль. Она все-таки бы изображалась достаточно, ну, определенно, да, выходя за рамки лица, чтобы мы считали это как символ. Здесь, тем более, все же символы проработаны. Например, вот у нас есть уши ослинные. Да, у тех, кто поднимается, тот, кто наверху сидит. У тех, кто внизу нет уже, у них иллюзий никаких нет. А здесь самые большие, суть по всему, как раз уши у того, кто поднимается. Тот, кто наверху, у него так немножко поменьше. А у того, кто падает, уже никаких ослинных ушей. Он уже понимает, как это все функционирует. И в середине у нас стоит фигура. Очень важный вот этот атрибут, крылья, да. Она надмирна. И может быть даже, кстати, у нее есть и нимб. Про нимбу тоже отдельная история. Это не значит, что она освящена Богом, да. Нимб, это он, в общем-то, раньше христианства появляется. Нимб означает некую сверхчеловеческую силу. То есть с нимбами, например, мог изображаться и царь Ирод. В совершенно христианских документах. Но он же царь. Антихрист сплошь изображался с нимбом. Он же сверхчеловеческая фигура. Соответственно, ему положено по статусу. Другое дело, что для святого это означало именно силу духа, превосходящую, да, среднестатистические возможности. Это нечто, выходящее за рамки. Но так или иначе нимб здесь все-таки будет представка, да, с одним вот этим колесом, которое действительно несоизмеримо превосходит всех этих человеческих существ, к которым периодически еще и текст, да, приписывался, там, слова «правлю», «правил», да, «лишился царства». То есть отсылающий к «буду править», да, к возможностям попасть на этот самый олимп, который на самом деле является весьма и весьма нестабильным, а, в общем-то, такой динамичной и замкнутой самой в себе структурой. И, как вы знаете, это очень забавная такая вещь, если предложить человеку на выбор, вот, если вот у него сначала все будет хорошо, да, а потом постепенно ухудшаться. И наоборот, если он постепенно будет идти к успеху, все говорят, нет, ну, конечно, второе лучшее. А разница-то? А количество на том абсолютно одинаковое. Вот, то есть вот эта некая векторность нашего мышления европейского типа, особенно в новое время, она вот через эту дилемму представлена блистательным образом. Здесь, в общем-то, показано, на самом деле, мы можем вот так смотреть, но можно и смотреть прямо в противоположенство, понимаете? Мы можем куда угодно. Здесь же программа, когда... Да, естественно, нужно находиться там, где находится эта сама судьба. Ее-то оно вообще никаким образом не касается. Абсолютно, да, она в середине. И прошу обратить внимание, что уже в этом колесе у нас с символической точки зрения это четыре спицы. Понятно, что с точки зрения механики я сейчас говорю полный бред. То есть их восемь. Но с точки зрения символизма их четыре. Для того, чтобы понять, что я говорю не бред, достаточно вспомнить, как выглядит четверг жезлов карулианской колоди. Почему восемь не правильно? А, ну в смысле, вот они к центру идут, каждый отдельно. То есть спицы, естественно, к ступице идут. Она не может насквозь ее проходить. Но с символической точки зрения их четыре. Потому что в той же самой карулианской, да, четверг жезлов, это такое же колесо, где четыре жезла, что обозначено в самом названии, что их не восемь. Следующая колода мрачняется сильно. Здесь почти не видны уже крылья. О них догадаться можно только по отсутствующим в этих местах. Спицы мы их не видим. Спицы крылья, на самом деле, там есть. Крылья черные появились. Они стали темного. На самом деле, здесь можно все списать на повреждения карты, потому что, судя по всему, там была позолочена. Судя по всему, она была позолочена, просто все стерлось. Тем не менее, карта более мрачная. Опять же, смотрите, воспроизводится таким же образом лицо, и здесь уже никаких намеков. Там тоже глаза завязаны. В общем-то, эти карты фактически идентичны. Почему это помрачней? Прежде всего, за счет фигуры старика. Тут это уже колесо фактически на нем стоит, и он совсем уж такой подавленный. Там он все-таки, скорее, и озлобленный, а здесь уже правда уничтожил жизнь. Это как отшельник с девятого аркана. И самое главное, что с отшельником эту карту очень многое связывает. Во-первых, не будем забывать, где эта карта находится. То есть, эта карта находится в третьей позиции. А, кстати, любопытно, все карты третьей позиции наименьше менялись в истории. Фактически не меняется императрица. Вообще из нее выхода, в принципе, нет. Да, это западня вечная. И сам аркан из нее не выходит никуда. То есть, этот аркан воспроизводит один и тот же типаж с минимальными изменениями, что для колоды Таро, в общем-то, беспрецедентно. Все карты сильно менялись. Некоторые карты просто полностью заменялись. Следующая позиция, третья. Во втором саптенере, это десятая, соответственно, колесо фортуны. Тоже почти не менялось. Но есть редчайшие исключения, скорее подтверждающие правила. И, наконец, последним, да, саптенере, это у нас звезда. Тут тоже не меняется. Понимаете? Тоже такая карта, которая, да, поначалу… А, название меняется. А, название меняется. Ну, в общем-то, как устанавливается та модель, которую мы знаем, она устанавливается где-то примерно в 1500 году, то есть на рубеже 15-16 века, в общем-то, она практически не меняется. Королянская колода здесь не исключение. Она тот же самый типаж, демонстрировала. Поэтому с третьими позициями, то есть в любопытный такой момент выходит. Самые неизменяющиеся карты. Что-то это тоже значит. Почему отшельника вспомнили это правильно? Потому что логика у нас индивидуации здесь будет идти следующим образом. Сначала, первый саптенер чем заканчивается? Человека колесом. Особенно это блистательно продемонстрировано, конечно, а в черно-белой этой колоде герметическое таро, где-то правда человека колесо, да, он с лицкой колесницей воедино. На самом деле образы такие можно найти везде. По большому счету, того, кто управляет колесницей, мы видим только по груди. Он всегда в нее переходит. И это нужно понимать буквально. Он пока не отделен от колесниц. И дальше индивидуация идет следующим образом. Мы должны разделить посредством операции уравновешивания, с которой начинается второй саптенер, человека, отшельника и колесо. Вот они, разделение этой процедуры, которая не завершена была в первом саптенере. Конечно, эта фигура тоже отчасти претендует на роль ошельника. И, в общем-то, это единственный из этой группы, кто явно уже понимает, как функционирует этот механизм. Да, он еще не здесь. Потому что, если бы он был здесь, наверное, мы бы уже дошли до последнего. Он еще не здесь, но он уже понял логику. Он уже видит. Он уже, во-первых, лишился того, чему лишиться нужно, то есть там рогов, ушей, не знаю еще чего. И он уже понял, как оно функционирует. То есть человек, как колесо, тот, что был в колеснице, он не понимает, где я и где не я. Где не я что-то реализует, а где это именно он сделал. И вообще, само понятие он, да, он сделал, это достаточно условное понятие, в принципе. Это отдельная сложная тема. На самом деле, в это время уже начинают это понимать. И, в общем-то, это, в принципе, отшельняка есть. И он ниже. Он по статусу ниже. Он сначала понимает свои ограничения, но, поняв свои ограничения, он, наконец-то, видит мир. То есть он знает, что вот этого он не может сделать. Значит, это происходит самостоятельно. Значит, происходит это не по его воле. А там, в седьмом аркане, это была иллюзия, такая всемогущество, да. А вот как раз пример, где подписаны, да, их лечения. Там, буду править, правлю, да. Лишился царства и, в общем-то... Все, понял. Низвержен. И, начиная с первых же раннепечатных колод, прошу обратить внимание, интереснейший пример. Именно верхняя фигура демонизируется. То есть животная только тот, кто находится вверху. Вот в чем дело. То есть только он не имеет представления о том, как функционировать этот механизм. То есть тот, кто пытается на него вскарабкаться, в общем-то, он еще не настолько глуп, да, как тот, который очутился там наверху. Ну, потому что для этого нужно какие-то усилия было предпринимать. А тот стоит наверху, и эта точка мгновения, да, она является для него мгновением слабы. Хорошо, обратите внимание, вот если вот так это отрезать, да, то, в общем-то, это можно выдать вполне за рта на колеснице. В общем-то, это он и есть, по сути своей. Когда человек, действительно, это триумф, это победа, действительно, карта победы, но это триумф, когда мы еще не понимаем, насколько много условий этому сопутствует. Вот еще один пример. Это первая карта, имеющая номер, и она сразу же демонстрирует нам тот самый номер. Десятый. Ну, вот, исключение будет, минимальное количество исключений. Я вам сейчас покажу. Так, будет ли у меня оно? Да, будет. В колоде Розенвальда десятый номер отведем, как вы думаете, в каком арене? На шею. На шевелку. Колеснице. Колесо-то там будет. И человечек на колесе будет, понимаете? И еще колесница единственная раздана сбоку. То есть мы видим прям, как на колесе стоит этот человек, но это не колесо. Колесо-бортуны. Сложно сказать, какой он позитивный, или малый его номер здесь не сохранился. От карты мы тоже мало чего видим. Но мы видим человечка внизу стоящего, мы видим вверху с короной, и видим здесь ногу вверх торчащую. Понятно, что тот, кто низвергается. Поэтому определить, что это карта колесо-бортуны, тем более вот они спицы родные, можно сказать, какой номер занимал, нельзя. Но явно не десятый. Вы десятый и на колеснице. Это единственный известный мне пример из классических колод Таро, где колесо-бортуны не десятка. И прошу обратить внимание, именно в этой карте напрашивается и другая параллель. С повешенной. Мы имеем человечка внизу прямого, и вверху обращенного, причем торчат от него именно ноги прямо вверх. На самом деле параллель не глупая, ибо колесо-бортуны, это же тоже пытка. Пыточное колесо, да, и повешение, и то, и другое отсылает к пытке, так же, как и скармливание диким зверям. Так, вернемся. Ну, вот я сказал, да, показывал. Вот как выглядит четверка дисков. С точки зрения физики, здесь восемь спецмеханики. Но с точки зрения оккультизма, здесь четыре жезла. Потому что очень важный символизм четырех. В колесе-бортуны. Так, вернемся назад. Ну, вот эта карта. В цвете из колоды Метрополитен Будапешт. В данном случае лист 5044. Их несколько листов сохранилось. Они отличаются степенью прокрашенности. Это используется такая, достаточно примитивная технология полихромной печати. Это двойной оттиск. Первый раз оттиск, ну, условно назовем, черной краской. Да, из... Как они? Из олехотворок делали, да? Они не совсем черные. Они не такие, скорее, черно-коричневые. Вот. И второй оттиск с красной краской, но он не всегда попадал куда надо. Поэтому вот такие, немножко смещенные одеяния. Чем эта карта интересна? А эта карта интересна тем, что здесь демонизируются уже две фигуры. Та, которая поднимается, та, которая находится вверху, которая падает, это уже человек, которая лежит внизу тоже человека. То есть, получается, человеком становится через прохождение этих мельничных жерновок. Пока мы по ним поднимаемся, мы не человек. Мы просто физиологически организм. Здесь еще есть негляда. Про негляда я еще скажу, потому что это отдельная тема. У меня имеют счастье или несчастье читать алхимию, и поэтому меня феологически задалбывают глупыми вопросами. И поэтому сегодня остановлюсь в связи с этой картой на трех стадиях алхимических, чтобы расставить точки над «и», исходя из просто филологического анализа этих слов. Потому что это не просто цель. Негряда, альбеда, негрубеда. Негрубеда, ладно с ней. В общем, понятно. Негряда, альбеда, вообще непонятно. И начнем мы это в связи с сравнением с алхимической гравюрой, заимствованной из Василия Валентина. Двенадцать ключей мудрости. На первый взгляд, фигура совершенно не похожа на колесо фортуны, но если на самом деле присмотреться, вы поймете, что символизм здесь абсолютный тождество. Мы имеем монаду, нацепиться, центр колеса. Мы имеем триаду, вот эти из сердец змеи, да, вырастающие. Мы имеем двоицу мужское, женское. И мы имеем четверицу. Но в данном случае здесь четыре алхимических стадии, да, здесь как раз негряда, альбеда, рубеда, и, собственно, камень, либо цитринисту, церубеда. Так как они представлены вне цвета, да, то утверждать, что это не было более определенным, невозможно. Чем это алхимическая гравюра для нас интересна? А тем, что все сплошь, рядом пытаются найти алхимический символизм Таро, а не наоборот. Я уже говорил, что Таро по многому раньше появляется, чем выходят в свет, ну, по крайней мере, самые известные алхимические трактаты. Там, Михаил Майер, «Убегающая таланта», вообще начало 17-го века, «Розариума философорума» самый важный в той веке. «Розариума философорума» это что, 16-й, а здесь 15-й век, то есть, наш символизм получается раньше. То есть, что был, Фламрель был раньше, но там пару рисунков, там ничего особо нет. И чем вот это интересно? А интересно это следующее. Если мы сравним с Таро, хоть с Таро-Тота, я перевожу с Таро-Тота, вы увидите, что, в общем-то, символизм здесь абсолютно одинаковый. Это обыгрывается десятка. Единица монада, единый мир, мироздание, точка, ось колеса. Троица это три пифагорейских первоначала, три парацельсовых первоначала мира, соответственно, серых путей соль. У Кроули они реализованы в виде германубиса, сфинкса и тифона, низвергающегося вниз. Здесь это более так упрощенно, изображено, но тем не менее мы понимаем, что одна змея поднимается, другая вверху в спокойном состоянии находится, третья низвергается. Так что, в общем-то, они равны этим самым фигуралом. Что дальше мы видим? Я уже говорил, что вот это, это именно четыре спицы, не восемь. Особенно это наглядно будет у Уэйта, потому что у него на них подписано Таро. Рота, оно же Рота, оно же Таро, там еще слово используется, то есть четырехгукленное. То есть у Уэйта будет как бы стопроцентно именно четыре. Там уже никаких сомнений быть не может. И у Уэйта у него же еще тетраморфы четыре тоже. То есть там четверица, да? Вот же десять. Таро, пять. Так, раз, два, три, четыре. У Кроули, да, у Кроули пять, вы правы. Надо было мне Уэйта взять, чтобы показать. Вот там именно под них подписано, Рота, Таро. То есть получается именно Уэйта обыгрывается эта четверица стопроцентно. Но С Кроули я просто с этим перепутал. С четвертым Арканом, да, такая же фигура. И надо было либо его, либо его это привести. И следующая символика, следующая, это двоица. Здесь это сделано на уровне вверх и низа. Да, у нас есть направление движения вверх, направление движения вниз. но вот в чем незадача. Если в этой карте такой символизм он складывается 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. В общем-то фактически на всех картах существующих. Вейта взял, сейчас посмотрю. Если взял, покажу. да, ну здесь как бы очевидно, да, что их четверица. Там в тетрограмматон впаян, естественно, четырех буквенный, впаяна рота-торо, 4 тетраморфа, так что тут, в общем-то, четверица со всей очевидностью представлена. И вот она, 1 плюс 2 направление движения, да, вверх-вниз. У Кроули можно еще разглядеть, там, треугольники такие, да, пересекают, вверх, как гексограмма. и, что тут, раз, два, три, три троица три фигуры, ну и четыре, соответственно, спицы имени Бога. Так вот, эти фигуры, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4, это и есть десятка, да, это магическая запись числа 10, и этот символизм присутствует абсолютно на всех ранних картах Таро, ну, в общем-то, наверное, у Кроули в принципе исключение единственное, которого я знаю. Где их 10? Ах, и, скорее всего, кстати, их 10, потому что он его уже потратил на четвертый аркан, на четвертый уже, чтобы не повторять просто этот символизм. Во всех остальных случаях это всегда именно так. Но вернемся назад, и будет понятно, к чему я клоню это все. Оклоню это к следующему. Так, назад, назад, вот. То, что все карты с этим изображением были десятыми. То есть, в этом колесе зашифровано сама по себе цифра 10. Вот в этом символизме. А у Василия Валентина это девятый. Это девятый ключ. Это значит... А получается, что Краули все-таки следует механике и здесь их создает 10 спиц? Нет, Краули создает, получается, если мы с механикой посчитаем, сколько? 10. Без механики 5. 10. Да. Да. Да, получается, Краули создает их 10, не совсем понятно, как он пытается обыграть четверку. То есть, четверку, судя по всему, он утратил. Это скверно, потому что, в общем-то, только за счет четверки эта фигура работала, да, в принципе, на протяжении эпохи. А у Василия Валентина это просто не замечено. То есть, символизм перенимается, но вывод не был сделан. То, что это все должно породить десятку. И он ставит его девятым ключом. А это как раз демонстрирует безупречно логику, то, что второе, оно раньше появилось. То есть, это не из алхимии второе, а из второго алхимии. Потому что второе, это обыгрывало определенную модель, которую, заимствуя, утратили ее первоначальное смысловое значение. Я потом покажу несколько изображений типичных, почти тождественных из разных манускриптов. Манускрипт эти циан у меня будет, где, в общем-то, мы будем видеть самое разное количество спиц, какое угодно, только не четыре. Может быть, кстати, это косяк Фриден Тхарис. Я же сейчас тоже вам это показываю, понимаете, я вижу-то их восемь, потому что я привык, что их там должно быть больше, что на всех картах восемь. И Кроули тоже смотрят, все хорошо складывается, понимаете? Ему никто не сказал, что там десять. А ему никто не сказал, что там десять. Потому что не настолько как бы изыскан символическая система, если он не обыграет четыре, единственное, но это совсем такая примитивная трактовка, и тем не менее, ну, карта же все равно четырехграммная. От этого он никуда не мог уйти. Может быть, это спрятано, тогда у нас все будет, и десять будут именно суммой. То есть единичка, тройка, двойка, это на проживление вверх-вниз, и, собственно, четверка, это сама модель, форма. Как? Хотя, думаю, что, скорее всего, это все-таки тогда ошибка. Что касательно с этими тремя стадиями, которые очень часто, ну, здесь прямо-то заявлено, да, что это алхимические стадии, здесь же кроль, ну, скорее намекает, но, в общем-то, ну, все равно понимаешь, да, комментарии, комментарии, да, что это тоже можно, там он и с гунами проводит аналогию, и с стадиями. Что касательно стадий, вот про стадии нужно немножко уточнить, особенно про первые две, про третью, в общем-то, все и так понятно. Обычно понимают, как, что негреда, это вот некий такой первый капец. Что-то пошло не так. И человек начинает о чем-то задумываться исходя из этого. На самом деле, это, в общем-то, противоречит самой природе языка латинского. Не нужно забывать, что в латинском языке, как и в других развитых языках, для слова черный много слов. И слово ниггер обладает позитивным значением. Неграда, естественно, происходит. Так, слово ниггер это блестящий черный, сияющий черный. Мы сейчас, как вы сказали, глянцы. Черный. И вот, что на эту тему можно сказать. Дело в том, что существует атер и ниггер, два слова, применяющихся в латинской лексике для черного. Если слово атер предположительно, древнего, да, и трусского происхождения, оно долгое время оставалось в латинском языке наиболее употребляемым, просто обозначало черный как таковой. Вначале оно было нейтральным по смыслу, но постепенно все чаще стало обозначить матовый или приглушенный оттенок черного, а ко второму веку до нашей эры приобрело негативную коннотацию. То есть, теперь неприятный черный, отталкивающий, грязный, печальный, даже ужасный называли атер. Понятно, что наши карты появляются, когда эта система языка уже сложится, да, здесь речь идет о латинской лексике. Вот слово ниггер неизвестного происхождения долгое время употреблялось реже, чем атер, зато его стали применять для обозначения всех оттенков черного, упоминаемых в позитивном смысле. И, в частности, великолепных оттенков черного, какие встречаются в природе. В начале имперской эпохи, да, оно уже стало более употребительным чем атер, и от него произошла целая семья обиходных слов, ну, пер ниггер, да, очень черный, суп ниггер, это фиолетовый, на самом деле, почти черный, темно-коричневый или фиолетовый суп ниггер назывался. Это фрагмент из Мишеля Пустунов видного медиевиста, где, как бы, с очевидностью демонстрируется то, что в средние века слово ниггер будет уже употребляться исключительно в понимании позитивного человека. То есть, ниггерэда по определению не может быть чем-то негативным. Вот в чем дело. в отличие от альбеда. В отличие от альбеда. Потому что альбус как раз негативный белый. Т.е. все наоборот. Т.е. как раз негрэда это начало пути, это действительно чернота, это то, что мы сейчас сказали чистый лист, только он черный. Когда еще ничего нет. И осознание вот этой пустоты, которую можно чем-то заполнить. Ведь пустота-то интереснее, чем полнота. В полноте ничего уже произойти не может. Там все заполнено. Интересно там ровно ноль в ней. А вот когда ничего нет, там может все что угодно произойти. Именно это пустое пространство, конечно, и может представлять какой-то интерес. Что касательно альбеда. Вот альбус происходит бледно-белый, белесый. Ну, вы здесь видите, что-то видите. Сразу у меня вопрос. Альбегойцы, а это самое название или кто как их потом и кризисы назвали. В данном случае не могу утверждать. Потому что я на альбус высот. Дело в том, что альбус не имеет, я зря сказал, что это именно негативный, он не имеет особо негативный, это нейтральный белый, но если вам нужно показать сакральный белый, священный белый, то естественно употреблялось от слова кандидус, сияющий белый. То есть тот, который проистекает, ну понимаете, альбус, что такое альбус? Молоко, альбус, молоко белое, да, вот это альбус, а снег белый, это кандидус, сияющий белый и матовый, да, белый, молоко, оно даже скремован немножко, да, отлило. Вот, то есть получается альбус это именно такой нейтральный белый, который можно вот что угодно белый им назвать, в то время как для сакральных, священных слов, конечно, используется только кандидус. И в данном случае мы видим в общем-то противоречие, мы видим то, что священное слово черное применено для первой стадии, а для второй как раз пропущено. Альбус это, конечно, неплохо, это просто белое, но можно было применить другое слово, оно неприменимо. И это не просто так. Это в тот момент, когда между альбус и кандидус была большая разница, чем между альбус и ниггер. То есть между белым и черным была меньшая разница, чем между каждым из тех слов внутри этой группы. В общем-то мы это встречаем даже и в европейских языках. Сейчас смотрю, есть ли у меня это с собой? Наверное, нету. Дело в том, что вплоть до 16 века существует разделение на белый позитивный, белый негативный, на черный позитивный, черный негативный, во всех европейских языках, включая английский. Кстати, black это как раз позитивный черный. антагонизм. А так негативный. Там другое было слово от синонимичной немецкому шварц. Вот из него же происходившее. Сейчас не помню точно, как оно звучало. И, соответственно, black magic по определению не может быть. Это должна быть какая-то очень занимательная позитивная такая процедура. То есть антагонизм белый-черный это антагонизм 17 века, конечно, это поздний антагонизм. А антагонизм между блеклым и насыщенным или блестящим это антагонизм более глубокий. Поэтому любопытно, что в этой триаде, во-первых, то, что тернарная позиция уже интересна, да, не бинарная, к которой мы привыкли с 17 века, а тернарная позиция, более типичная для древних культур. И в ней слова, которые могли бы быть противоположенностями, в них не выстроены. То есть для ниги разбирается именно блестящий, а для альбуса нейтральность. То есть в принципе все, что обычно пишут об альбедо, соответствует действительности. В общем-то они этой операции и пишут, что это некая нейтральность, это не некое пиковое достижение, это не белый святых, который станет белым, только когда они кровью вымываются, да, агнца. Ну вот, а это именно просто нейтральный, это когда то самое сияющее негрэда, ну вот осветили и что-то увидели, и не более того. Поэтому, конечно, оно и не могло быть последним, Это не могло то, к чему мы должны прийти. Это просто мы получили некий нейтральный цвет, который наконец-то можно покрасить в единственный цвет, собственный цвет для древнего мира, собственно цвет это красный. Другого древний мир собственный цвет и не знает. Поэтому, в общем-то, все что угодно могли называть красным. Что в русском языке, да, красивый даже от этого слова. Прекрасный, да. Красивый, прекрасный, да. Красный, 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 красный девица. Красный, красный. Ну, да. Украшенный. У Гомера можно встретить, когда он сроком красный именует Василек. Неожиданно. Ну, маловероятно, да, что он таки был красный. Но, в общем-то, он прав. Он указывает на качество. Он яркий, он яркий, он яркий. На. А красный, это яркий. Естественно, для того, чтобы его покрасить, нужно выбелить сначала. Вот что и происходит. да. Поэтому, не нужно к негрэду относиться как к чему-то-то, отбросу какому-то, да, грязи. В общем-то, от этого оно далеко, иначе, к слову другое было использовано. То есть, это не тот черный, как роба, да, грязная такая, вся неровная. Такой черный, конечно, прежде всего был. Но ниггерам называли прежде всего черный цвет, который был в природе. А он может быть идеально ровный черный. Например, спинка жука какого-то. Это как раз красивый черный. В то время абсолютно невозможный для воссоздания в одежде. А то, 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 это уже не этот атер, это и этот ниггер. В чем там голь ходит всяк? Это атер. Ну, черный нормальный же, только с, получается, с 14 века, с конца 14 века появится в одежде. Когда этим мещанам запретят носить красивую ткань, как у аристократов, а у мещан уже, понятно, денег намного больше, чем у этих разорившихся аристократов, они влились и им разработали эту краску, которую потом стали все аристократы носить. То они сделали черный лучше, чем и красный, и зеленый, и любой другой. Дело-то, вопрос, денежный исключительно. И, собственно, с этого момента и начинает появляться многозначность в прочтении даже знака. То есть, начинает стираться разница между знаком и символом XIV века. Естественно, это социополитический факт, социокультурный, так скажем. Когда новый класс, образовавшийся, в общем-то, начинает выходить на равных с классом устаревающим. И, естественно, они начинают изо всех сил имитировать то, что есть у тех, и более того, в чем-то даже пытаться их превосходить. И то, что раньше было знаком, знаком иерархизированным, переходит скорее в аналогию. Начинается эпоха разница в полном смысле этого слова. Куда и попадают карты. Карты почти не столкнутся со схемой иерархизированной, иерархической. Только на уровне придворного аркана. Как более древние, он берет в себя полностью иерархизированную структуру. Старший аркан все-таки будет иметь дело уже с аналогией. Он возникает в эпоху, когда знак начинает развиваться. И может быть двойственное, множественное прочтение его уже. А в то время как для знака в общем-то это невозможно. То есть вы видите красный, да, на свет отворец. Значит красный. Это не значит, что красный это же огненный, значит нужно быстро двигаться. Нет, значит совершенно определенное, что зафиксировано за этим цветом. Или там на кране с водой, да, синий-красный. В Рубедо вот этот именно сам корень, он имеет такую же многозначность как в русском языке? То есть именно что у нас и красить, и красота отразного. И он единственный, вот в чем дело. И он единственный. То есть там нет вот этого? Да, да. Нет, абсолютно во всех языках красильное дело связано с красной краской. Ибо изначально собственно покрашенная красная одежда это прежде всего красная одежда. То есть самый древний краситель, да, наиболее долгое время выступающий фактически синонимом окрашенной одежды. То есть там выморанная просто была одежда и не покрашена. То есть белая это не покрашена, а черная выморанная, чтобы не было видно где она заморалась. Да, это в общем-то одежда рабочая. Христиан рабочая. Красная это одежда либо воинов, либо потом аристократии. Единственное красивое для древнего мира. И вот эта тернарная позиция она очень древняя. Она появляется в древнейших культурах и по сути утратит свое значение пол в качестве единственной возможной только в 12 веке. Когда появится герардик с шестью базовыми цветами. Нахуй. Поэтому, конечно, здесь вот это очень важный момент. Понимаете, я не случайно заговорил о социокультурных феноменах, потому что именно их по большому счету выражает этот аркан. Это аркан всего, что не относится к нашему я. что такое наше я, мы в прошлом поняли, аркан. Путем падения с этого колеса, да, и наношивания шишек всех возможных, мы понимаем, что такое я и наше ограничение, это наш плащ, да, это очерчивающий нашу границу наших возможностей. И после этого мы начинаем видеть мир наконец-то другими глазами. Собственно, мы начинаем видеть его и начинаем видеть его машинарию. Как это функционирует? И здесь мы же видим не случайно, здесь никто не изображает колесо фортуны вот с какого-нибудь такого ракурса, когда мы его не все видим, да, просто на нас что-то надвигается. Мы видим всю машинарию, как представлен этот механизм. И, естественно, мы можем их увидеть только после того, как с него свалились. Поэтому эти арканы нельзя переставить никаким образом. Сначала упали, потом увидели. Наоборот, не бывает. и в общем-то, там логика вообще во втором септенере очень красивая получается. После того, как мы увидим это, вот это ограничение, мы начинаем видеть значительно более сложное ограничение, да, ограничение того, что мы сами в себе тоже имеем противоречия. Таркан силы, он же вожделение, да, где в нас самих есть животное природа. То есть, если здесь животное вверху, а внизу человек, здесь, в общем-то, простой антагонизм. Антагонизм такой, знаете, чуть ли не на уровне национал-социализма, да, понятно. Мы хорошие, они плохие, да, мы люди, они животные. В общем-то, такой примитивного типа антагонизм, там он значительно более сложный. Я человек, а зверь, и это и жить нельзя никаким образом. Утратив любой из этих начал, да, я перестану быть самым и собой. Это приводит ситуацию, понимаешь. Во втором септенере, как нигде в других, так скажем, септенерах, наиболее зримо прочерчивается логика становления людей 20 человек. Понимаете, что третий, вообще не о человеке септенер. А в первом там все-таки маски-маски-маски, в конце выбор, да, и вот некий статус в колесничьего. А здесь мы имеем каждое из семи карт, это определенный шажок на пути индивидуации, которая завершается умеренностью, да, как там, искусством. Так, ну вот, я обещал торо с разным количеством, это роту, колесо, фортуны, с разным количеством спиц. Вот вам тенцан. ну здесь их шесть. То есть три было бы жезла. А вот из одного из манускритов. Ну здесь их много. Не буду считать сколько, но явно не четыре. Десять. не считали десять. Опять же, символизм вот этот один плюс два плюс три плюс четыре не обыгрывается никак. То, что для торо является, ну, обязательным, да, элементом. А здесь, в общем-то, он не обыгрывается никаким образом. А. Ну, карауль, видать, решил, что сюда он уже это впаял. Значит, там будет излишне. Либо, говорю, просто просмотрел фонарин. Очень жалко, что второго кариэль половина только сохранилась. Потому что, как правило, именно эта система породит все последующие колоды, которые, ну, в общем-то, вы все знаете по Вейдовской. Скажу. Калопикар. То есть, получается, именно вот эта колода наиболее ранняя дает образцы, по крайней мере, максимально приближенные к тем, которые мы знаем по карте, по того Диуэйта. Здесь не видно, что там было изображено, но абсолютно точно есть постамент у колеса, есть у него ручка. Правда, непонятно, это именно пыточное там колесо подразумевается, или колесо обозрения. Не знаю, были ли они по крайней мере в маленькой форме в 17 веке, но в 18 веке уже точно применялись и активно. Такие ярмарочные колеса обозрения, естественно, на ручной тяге, народ, они уже были весьма и весьма популярны, а это как раз показывает то, что колесо фортуны имеет еще отношение к игре как таковой. То есть в чем смысл колесо обозрения? Ну не только взгляд с высоты, да, не только, сублимация, конечно, там присутствует, но и игра. То есть вы больше ничего не получаете, вы получаете только чистую радость вот этого подъема, спуска, подъема, спуска. Если вы думаете, что вы от этого получите что-то другое, ничего не получите. Но если вы именно сознательно нацеливаетесь на получение радости от вот этой игры, то вы ее обретаете. Вот в чем дело. Получается, этот архан на самом деле очень такой множественный по смыслу. То есть если мы к нему подходим без каких-то надежд и чаяний от него что-то заполучить, то вы от него получите все что угодно. Потому что мы же получаем радость или печаль. Да, радость можно почти от чего угодно получить в том месте. А если мы, конечно, хотим от него получить что-то очень фиксированное, то есть получить смерть. Что такое фиксировать? Любой фиксированный предмет, ситуация, это смерть. Смерти мы от него не получим. Это карта жизни. Но именно жизнь это мы больше всего и боимся. Что мы хотим? Мы все хотим заполучить смерть. что мы тоже боимся потому что понимаем ее как жизнь. А то, что мы называем смертью, на самом деле является жизнью. Это изменение. Все, что связано с изменениями является жизнью. Все, что противоположно изменением является смертью. Поэтому естественно мы являемся агентами смерти. Мы пытаемся чтобы чтобы-то не было что-то зафиксировать. Свой облик, возраст, свое социальное положение и так далее. Мы хотим что-то закрепить. Все закреплено, что закрепляется является смертью как таковой. Вот это колесо далеко от смерти. Оно все время вращается. Все время какие-то изменения происходят. Конечно же в данном случае это фактически символ жизни. И здесь то, что говорит Кроули о том, что нужно попасть в центр колеса, это не столько о том, что его нужно остановить, сколько, во-первых, именно из этого центра его можно в той или иной степени объективности обозреть. Иначе мы его все время сразу начинаем смотреть. С другой стороны, это не фиксация на колесе, а принятие всех этих равное принятие всех его положений. Собственно, смерть раньше изображалась тем, кто упал с этого колеса, и он как раз всегда стариком был. Это тот, кто сваливается, и уже сейчас оно его в общем-то раздает. Так что там это отширение тоже двояко может читаться весьма. Что касательно о смерти и выточном колесе, ну вот единственный, наверное, например, второго Парижа, это 17 век, начало 17 века, где мы видим применение именно пыточного колеса. Здесь наверху находится фигура с трезубцем, чем-то напоминающая Пусейдона. Напомню, Пусейдон тогда демонизировался. То есть это фактически один из синонимов сатаны. Антропоморктная форма Левиапана, и трезубец в руках вот такой фигуры не мог быть символом троицы. Это именно сатана. И здесь еще есть важная деталь. Видите вот эти шестеренки? Это, судя по всему, некая такая сила наподобие молнии, которая часто изображалась и на колесах пыточных. Вот вы видите абсолютно такое же знаки. Такие ромбообразные. Здесь судя по всему это именно молния разрушающая конец. Потому что речь идет о мученичестве святой Екатерины. Что? Десять, да? Угу. А вот на предоточном по-моему на карте шесть было, нет? Сейчас смотрим. Здесь вообще не спицы, здесь гексаграмма. Здесь в принципе гексаграмма, да. Здесь у нас четыре персонажа есть, и здесь гексаграмма вот такая, треугольник нисходящий восходящий, который скорее на восхождении и нисхождении указывает. Единичка значит есть, двоечка есть, четверка, и здесь с тройкой все плохо. Не, ну как если тогда получается наоборот, тройка это как раз три условных ряжезла пересекающихся. но они конечно не совсем жезлы, но шестерка это как раз можно так считать. Можно так считать. Шестерки тройка. А двойка по-прежнему это верх и низ да, вот эта диспозиция основная. Два черных только. Кстати редкий пример относительно адекватного полихромного решения. Для 17 века это очень хорошая печать. Очень хорошая. Несколько досок, с разными красками использовались. Ну, что касательно Уэйта и его Таро. Здесь тоже пару копеек внесу. и у Хайндля и у Уэйта мы имеем дело с событием, с колесом как событием. То есть основная спица колеса Уэйта это так и это так или иначе на это намек в общем-то тоже есть, потому что есть не просто тетраморфы, а с книгой. А значит это уже не тетраморфы, а это евангелисты. То есть без книги можно счесть, что это все-таки языки. есть и с книгами нет, это именно четвероевангелие. Четвероевангелие рассказывают единую историю. Это история абсолютного события, то есть воплощения, распятия и воскресения Христа. И здесь тоже два таких полярных идеи. Первая это получается колесо демонстрирует нам еще что? Нашу полную включенность во время и пространство. Нашу приглажденность к Нему. То есть наше воплощение мы не можем просто там не знаю в шестнадцатом веке родиться. Мы не можем родиться там где-нибудь в Арктике. Мы родились там где мы родились. Мы полностью функционируем по тем законам которые типичны для нашего локуса и для нашего времени. Мы не можем им противостоять. И в общем-то воплощение Христа именно это и демонстрирует. Вневременная фигура фигура которая как гласит доктрина была сопричастна отцу и духу воплощается. Что она делает? Она то есть гвозди это условные вещи. Она воплощается в определенном месте в определенное время. и вот эта пригвожденность это и есть вот эта спица острие колеса которая почему нужно попасть в эту точку? А только эта точка и может что бы то ни было то есть только там мы можем что бы то ни было сделать. Мы не можем как-то знать будущее и пытаться на него повлиять. Мы не можем жить в прошлом да и так далее ориентироваться на него. Только та точка куда мы попали мы можем действительно там что-то сделать. Это единственное место где мы можем функционировать а не подвергаться влиянию. Оттуда начинается негрэдо получается? Я думаю что второй негрэдо все-таки начнется с повешенного. До повешенного его нет. Но учитывая тот факт что вот на колоде я показывал одной действительно человечек как повешенный какое-то предвосхечение здесь все-таки есть. Но я думаю что все-таки негрэдо начинается с осознания того факта что мы никогда не сможем изжить диалектику человека-дверя в предшествующем аркане и наш мир переворачивается. Из активного начала мы переходим в пассивное и в общем-то это пополам кого-то делится. То есть первая ее часть это подход к алхимии потом негрэдо это от повешенного до башни альбедо это от звезды до луны и рубедо уже соответственно от солнца до конца. Ну можно при желании сказать что последняя карта это мультипликация или сам камень. А цитринитес не предусмотрен? Чисто гипотетически можно конечно впаять цитринитес на цитринитес паивать то получается только на ион либо на ион либо на пестрого дурака если мы его туда ставим. Если мы его туда ставим потому что естественно пестрый цвет он естественно цвет шутовских нарядов цвет отброшенный для средней рекой цвет показатель именно так скажем отфильтрованных слоев общества и поэтому конечно туда можно а последняя карта тогда сам камень будет мир как таковой не карта мир сбербанка который набился последнее наплощение как написал мой друг вчера по поводу этого пришел в бухгалтерию и сообщил им радостно я по поводу утраты мира но у нас другое любопытная карта очень из Альвадора Дали здесь он как раз демонстрирует вот эту нашу включенность в бытие там зодиакальный круг заимствован скорее всего из какого-то из часословов судя по всему из великолепного часослова герцога Берийского ну вот то есть это такая колода естественно постмодернистская тут куча цитат причем именно цитат да не намеков а настоящих живописных цитат и любопытно то что он не выдерживает стандартную символику с евангелистами внизу здесь у нас появляется понь как бы отсылающий скорее к геральдическому символизму внизу роспись Дали фактически с крестом вот а вверху мы имеем такую фигуру которая скорее разбойника напоминает не будем забывать что карта означает фортуну удачу и конечно же на ее вершине если там был некий или идиот или зверушка да какая-то ну здесь это разбойник а как раз в низовье находится Христос и подпись Дали не вверху не тот разбойник которого соответственно фортуна вознесла и от нас поблаги любви может быть и тот а может быть тот который гнал христиан да его сами знали нет а может быть как раз тот который не покаялся на кресте один вверх другой вниз но здесь мы видим не распятого а с таким деньги или кошелек это фортуна это распятие перед тем он туда упасть это в общем-то такой джентльмен удачи есть исключение из вот этой символики это карта с изображением девы судьбы причем в разной ипостаси у метель здесь мы видим благую фортуну рассеивающую злато причем прошу обратить внимание редчайший образец незавязанной глаза она знает кому денешь может быть это конечно такой же мешочек типа как у этого скопинелли который приходит к пражскому студенту дай денежки бесконечно у него из руки нисколько голов нападают денежки и тоже здесь такой маленький мешочек оттуда много всего влетает в другом случае скорее конечно отсылка к колесованию потому что здесь вроде бы как бы судьба но какой-то очень мученический вид и в общем-то ничего того что она дает мы не видим кроме колеса кроме колеса да с пустой рукой ну вот видите колесование это караваджо Екатерина Александрийская здесь караваджо все-таки пошел ближе к историческому мифу вот этому к его описанию и здесь колесо сломано что орудие мученической смерти Екатерины Александрийской это меч но ее изображали с колесом так же как этого Себастьяна Себастьян в принципе интересная фигура он же по большому счету если личность Христа и его воскресенье это скорее великий миф то в случае с Себастьяном это абсолютно реальная правда его расстреляли доложили что убили его ночью утащили с места расстрела оказалось живой выходили от кормили и отпоили он пошел опять к императору император же он что он же не подумает что его Христос воскресил он подумал что его обманули не расстреливал его никто он его связал и в эту канализацию сбросил в римскую кланку но изображают в кланке не очень красиво поэтому его изображают со стрелами ну естественно он стал в последствии святым гомосексуалистом ну да по крайней мере ну благодаря Юкио Мессима я думаю Донец додолго до него я думаю просто по той простой причине ну во-первых и символика стрелы да как-то кровой а во-вторых как бы из-за чего он вообще выдал-то себя он же был глава отряда и в общем-то мы понимаем что это римляне это почти греческая традиция они бедики все и у него его друга нас схватили и он хотел отречься от христианства он вышел и стал речь толкать что пострадаем за Христа его тоже взяли и те тоже два его друга приняли мученическую смерть он полез-то из-за них туда на рождество поэтому большая так скажем там большое есть подозрение что на самом деле он действительно в общем-то для этой культуры это абсолютно нормально ничего в этом не было ненормального и про это я буду писать вот в третьей книге дело в том что Святос Себастьян появится у Долина Башни кстати все-таки уточнение ведь это у греков было полностью нормально у римлян же уже только если ты мальчик нормально а если ты уже просто гражданин я насколько понимаю что в армии там процветал сексуализм да не уверен что это было сильно легализовано но то что там процветал сильно безгибно так ну вот и в общем-то греки тоже жены мель все прорезаченных да из вольфа да тоже не руд это настоящая сика дело в том что открою приоткрою вам такую интригу да я выяснил откуда проистекает аркан Башни почему там два мужчины да то есть это сокрушение Содома то есть если вообще внимательно читать священное писание священное предание то Вавилонская башня никогда не падала ее просто не построили потому что смешение языков там нечему падать просто не достроили ее не достроили ничего там разрушения никакого не было разрушение было только одного города когда огнем испепелил Господь это Содом и очень много есть изображений почти дождественных да этой башни это конечно испепеление Содома и Гамаха да и в общем то если вы первое изображение самое где появляются наконец-то человечки видите это двое мужчин и там на самом деле весьма весьма двусмысленно а упали ли они оттуда вполне возможно что они не упали а как раз они там Содомией занимаются на них это башня сокрушаемая Богом то есть дело в том что такие изображения тоже были именно сокрушение Содомида Богом такие изображения тоже были вообще башня естественно это просто ад как таково то есть более раннее изображение башня это изображение ада здесь ну что ли вспомнился Ведова Себастьяна нужно про это тоже сказать это все будет в книжке книжка уже ну мой закончена вот как отправили полностью уже отправил еще не полностью я думаю в это воскресенье отправлю полностью мы с ним половину уже сверстали он у него на верстку очень мало времени треть треть книга будет ну и соответственно там будет четыре карты дьявол башня звезда луна 500 страниц текста вот это подпад в общем в принципе вся эта моя деятельность и все то что я делаю относительно того я бы провел конечно по полюсу болтам знаете это взгляд со стороны на некий механизм на его функционирование будь то символическая система вот мы сегодня их несколько увидели где-то 10 где-то 6 в большинстве случаев все-таки 8 увидели как это притворить там негредо альбедо рубедо увидели вверх и низ это особенно важно для мусульманского дискурса религиозного на творение и искупление на самом деле искупление это разрушение совсем так упрощается то есть созидание материализация а искупление это наоборот отдыхотворение то есть разрушение материального и ну как у нас было бы вознесение воплощение вот эти два вектора все это символическим системам с помощью которых человек видел реальность на разных уровнях и все они относятся к лесу фартуры потому что это способ восприятия нами мира без пока что включения нас в эту игру это то как мы видим включимся мы только в последний орган когда примем опыт прошлого воним и тогда мы уже включаемся по полной и не случайно евангелисты появятся здесь да ну ой евангелисты появятся на карте вот эта связь она не случайна потому что эта связь между ними есть но там есть мы как принявшая фигура да танцующая женщина а здесь этой фигуры пока нет пока наш взгляд может быть это взгляд того придавленного внизу отшельника вверх такой как это функционирует может быть это взгляд со стороны когда нет этого фигуры этого отшельника как у Кроули в случае да отстраненный взгляд на эту систему но в общем-то любой взгляд философский культурологический он во многом будет отсылать именно к этому органу если речь не идет о чем-то большем чем некий некая модель мира то есть любая философия там социальная философия конечно она пойдет религиозная философия она пойдет по иерофант это будет нечто другое любая фундаментальная концепция культурологическая либо метафизическая она конечно пойдет тоже по колесу фондю и более того карта карта мир является точностью не чеково на такой доставой Да я бы сказал, что это камень, это вещь как таковая. Это вот, вот, вот это мир. Дальше материализоваться просто нечем. И эта вещь, она действительно отухотворена. Карта мир, это вот мир как таковой, окружающий нас мир есть, в котором в колесо мы можем в нем круситься, как белка в колесе, мы можем быть выброшены за его пределы, быть аутсайдером, но в общем-то это мир и есть как таковой. Поэтому нужно понимать, что карта мир, Краули, наверное, правдал, что он ее переименовал в Селену, чтобы не путать карты просто. Чтобы мы понимали, там универсум, а здесь мир. Когда мы говорим о мире, мы в последнюю очередь думаем о какой-нибудь там Кассиопе. В первую очередь думаем о том, что завтра будет. Ну, в большом случае русское, всем миром собрались. Да, да. Это не типа все люди с Земли собрались. Да, да. То есть речь, ну, там, мирской человек, да, вот в миру, вот это и есть колесо Партона. Смотри, правильно я понимаю, что там, где у нас четыре фигуры, там по сути именно посмотреть на все вне этого колеса может тот, кто снизу. То есть там вот это колесо не связано. Хорошая карта, то есть внизу это отшельник. То есть это не четверица. Да, хорошее очень дополнение, а то я вам в эту карту тыкал и показывал, вот видите три, а там четыре. Да, он не вписан туда. Он единственный, кто полностью отличается от них и внизу это отшельник. Это девятая карта, которая налазит как бы на десятую. Да. То есть вот эти три, которые потом будут у Кроули, которые потом будут у Уэйта, три игральные фигуры, четвертый это отшельник, да. Четыре спицы, три фигуры, два направления и одна центральная точка, изначально обозначенная крылатой фигурой. Да, да, внизу это отшельник, это отдельная, отдельная песня совершенно. Хорошее замечание, а то так бы никто и не понял, о чем было вообще. Есть ли вопросы какие-нибудь? Да, Григорий, я хотел вот к первому слайду вернуться. Час. А, не обязательно, но все поздно. Я к тому правомерное говорить, что вот в принципе западное колесо фортуны, это колесо сансары, либо тибетское колесо, которое попадает в сущность там, или кто-то, не знаю, там есть разделение на шесть миров, в которых может появиться в принципе человек. Я думаю, что здесь параллель такая не совсем правомочная. Дело в том, что для того, чтобы понять вот эту разницу запад-восток, я предлагаю вспомнить элементарно пентаграмму европейскую и китайскую. В смысле, чем они принципиально отличаются? А принципиально отличаются они уже в герметическом изводе не аристотелевская пентаграмма, там, где вверху у нас именно дух, да, это господство духа над материей. Выделение одной из этих пятериц в этом колесе нерядоположенное им. Вот это европейский тип мышления. Когда мы пытаемся все под себя переделать, со всеми вытекающими, как позитивными, так и негативными. Понятно, что позитивные, это мы более индивидуализированы, субъектность представлена у европейского человека, конечно, в значительно большей степени, но с другой стороны, мы можем этот мир уже просто уничтожить в путь, да. Мы настолько пытались его переделать, что переделывая его, можем его просто уже убить. Мы не можем уничтожить Вселенную. Вселенную не можем, а место нашего обитания в легкую. Это даже атом, мироздание, да. Мироздание даже не заметит, это уничтожение мироздания. Мироздание не заметит, и тем не менее, от нас ничего не останется. А восточная модель, она другая. Там вообще нет того, что не было бы рядоположенное. Все эти пять элементов восточной пентаграммы, да, каждый из них может либо помогать другому, либо его разрушать, но они переходят друг в друга. То есть, там нету субъектности культуры противопоставленной окружающей природе. Она вписана в нее. Поэтому колесо сансары, как восточный тип философии, он включает как культурное, так и природное измерение. Для европейского типа мышления это, в принципе, чуждая концепция. Вот в чем дело. Поэтому здесь, конечно же, отражается модель именно культурная. А природный европейский человек в это время вообще в последнюю очередь вспоминает. И здесь это, конечно же, социальная иерархия, прежде всего. Та самая, которая в это самое время начинает быть возможным переходом. Мы можем подняться и можем быть низвергнуты. До этого, но такой переход мог быть только разве что у монархов. Когда что-то досталось по наследству, он это проиграл в войне, да, все остальные были очень жестко приглаждены к своему месту, и он не мог этот знак поменять на какой-либо другой. Его дети всегда будут носить этот знак, да. Но в эпоху Возрождения такое возможно. Купцы, да, торговцы начинают. Они могут взлететь, они могут упасть. И я думаю, что колесо фортуны европейское, это именно о иерархии социальной. Речь идет именно об обществе. Поэтому я говорю, это мир. Это мир, как мир с Коля. В этом измерении. Спасибо. А вот достаточно интересно, вот внизу изображается часто старик, а нет вариантов, где именно изображается, так сказать, по возрастам? То есть ребенок, зрелый, стареющий. Описания такие есть. Считается, что в данном случае, что вот эти четыре фигуры, это четыре возраста, а на карте вторую я этого не вижу в упорах. Я смотрю, что это в изображении. Внизу всегда старик, но я понимаю, что это отшельник. А там это три примерно одинаковые фигуры. Но можно с натяжкой сказать, что вверху это ребенок, да, некий. Вот, он как бы вроде выглядит помладше, но это спорно. Я в книге это писал, что это четыре возраста, на это ссылаются очень многие, но этого я вот в упор не вижу. Графически это не выпущено. Вполне возможно, что это так и понималось, но на уровне знака не было представлено. То есть нужно тоже понимать, что не каждое слово в строку пишется, да, и здесь может быть изображено нечто одно, а читаться это будет совсем по-другому. Но это отшельник. Для меня это как бы абсолютно однозначная фигура. То же самое, да, вы видите? То же самое. Возраст этих фигур одинаковый. Возраст только этой фигуры отличается. Потому что это совсем другой персонаж. Это именно отшельник Таранков. Но здесь вот эти как раз три персонажа одинаковые, я сверху с животное. Опять же три, да, а не четыре. Вот что нужно понимать. Всегда три фигуры, а не четыре. Это здесь зверушка, это вообще не фигура. Ну, здесь тоже единственное отшельник, да, вот внизу. Ну вот, по всем ранним пробежался еще раз. Есть, будут еще вопросы, нет? Спасибо. Окей, тогда все. Спасибо. Спасибо.